Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. И сегодня у нас в гостях бывший кадровый старший офицер службы нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, первый советский выпускник Национальной школы администрации при премьер-министре Франции Сергей Жирнов. Добрый день, Сережа! Привет, Юра! Когда ты меня так представляешь, мне самому становится страшно. Сейчас тебе от моих вопросов станет страшно, потому что, как ты сам понимаешь, наша тема беседы – это напряженность на российско-украинской границе. И у меня первый вопрос. При отсутствии подавляющего преимущества, а это по всем канонам военной науки, это мы даже на военной кафедре учили, наступающие должны быть в три раза минимум, подчеркиваю, превосходить обороняющихся. Вот нет такого преимущества. Вопрос, на что Путин рассчитывает? Во-первых, к сожалению, я тебя должен здесь немножко разочаровать, потому что мы с тобой, когда учились на военных кафедрах, мы рассматривали опыт Первой мировой войны и Второй мировой войны. С тех пор прошло много времени и изменилась ключевым образом ситуация. Ситуация, во-первых, изменилась, во-первых, технически. Не было вооружения такого, которое есть сейчас, то есть не было гаубиц, которые стреляют на 80 километров в то время. Не было ракет, не было крылатых ракет, не было ядерного оружия. Юра, одно только название, ядерное оружие тактическое, перечеркивает все, что ты сказал. И все, чему нас учили на военных кафедрах, потому что этот человек способен нажать на красную кнопку. И сам ты понимаешь, что четыре точечных тактических ядерных удара меняют всю ситуацию в пользу России. Все. И такое, к сожалению, от этого человека не исключено. Ну, это первое. Второе, все бы, я с тобой согласился, вот еще напомню тебе, мы с тобой делали передачи в декабре, даже в начале января, я тебе рассказал про металлолом, который был складирован на границах. Ты сказал на границе, я опять же поправлю, на границах, потому что теперь практически все границы, за исключением польской и румынской, уже заняты российскими войсками. Это вторая вещь. И третье, это вот то, что я хотел тебе сказать, это то, что сейчас перегруппировано такое количество войск прямо к границе. И во втором эшелоне, который, в общем, уже можно рассматривать как очень серьезную подготовку к войне. Именно поэтому, кстати, Генштаб и разведка, всякая разведка западных стран, НАТО, США и прочих всяких, даже китайцев, и вас, кстати, израильтян, говорит о том, что все, что сейчас происходит на границах с Украиной, это практически подготовка к настоящей войне, а если это имитация, то это уж слишком хорошая имитация. Понимаешь, то есть вот мы сейчас подошли, в общем, к точке практически невозврата и к точке, когда боевые действия могут быть развязаны в любую минуту. Хорошо, к тому же, я тебе, извини, продолжу, названа дата, то есть уже все, разведка американская назвала дату 16 числа, 16 апреля, да, там, все. И понятно, зачем, кстати, вот я в воскресенье сговорил у себя в эфире с генералом СВР, который говорит, это разведки западные специально делают, потому что они дают Путину понять, что мы знаем о твоих приготовлениях, и поэтому мы тебе не даем возможности начать эти боевые действия, потому что, когда известна дата конкретная, тогда затруднено начало военных действий. Хорошо, но давай мы не будем забывать и о такой вещи, как сейчас со стороны Черного моря идет морская блокада Украины. Возможно ли повторение а-ля Карибский кризис блокада Кубы? Гораздо хуже, гораздо хуже все возможно, потому что Куба, как ты сам понимаешь, находится не в море, а в океане. А океан большой, да, Атлантический океан большой, туда можно зайти с юга, с севера, откуда угодно. Вот, а здесь закрытый бассейн, в котором в бассейне Черного и Азовского моря Россия доминирует и фактически является почти главной державой. То есть, если бы не было Турции, то вообще можно было говорить, что Россия контролирует полностью Черноморские и Азовские бассейны и делает все, что угодно в этих бассейнах. Спасает только Турция на настоящий момент в этом смысле. И в этом смысле, кстати, американцы, когда делали НАТО и когда включали в Турцию Турцию в НАТО, они очень, это была самая главная победа, кстати, во время холодной войны. То есть, когда удалось Турцию подключить к НАТО и разместить там американские базы, Турция это ключ к Черному морю, да, соответственно, она может закрыть Черное море или открыть его. Вот, и в этом смысле, конечно, это единственная надежда, которая еще остается. Во всем остальном ситуация гораздо хуже, чем при Карибском кризисе. Потому что вот сейчас уже были учения, они показали, кстати, Россия закрыла, предупредила, как бы, Украину и сказала, что мы ведем учения по этому поводу. Там огромные пространства были уже закрыты для простого судоходства. Не рекомендовалось простым судам ходить. То есть, практически они перекрыли там половину Черного моря и две трети Азовского моря. А Азовское море, тем более, что оно, в общем, как бы внутреннее море теперь России, потому что Россия имеет Новороссийск с одной стороны и Севастопольск, и Крым с другой стороны. То есть, Россия выступает в роли Турции по отношению к Азовскому морю. То есть, она может его закрыть или открыть тогда, когда она захочет. И, в общем, это, конечно, очень сложная ситуация. И очень жалко, что о ней мало говорят, потому что все внимание приковано к сухопутным войскам, к Белоруссии, где идут сейчас учения совместные российских и белорусских войск на уровне 30 тысяч военнослужащих с танками, с тяжелыми, с самолетами, с штурмовиками и так далее. А про море многие забывают. И в этом плане ты очень правильно сделал, что задал этот вопрос, потому что, возможно, это, кстати, будет тот самый сюрприз, который так любит Путин. Вот помнишь, мы все время говорим, он все время любит играть либо на опережение, либо вот нестандартно. И вполне возможно, что вот пока все говорят о том, что там будет сухопутное вторжение, он может сделать вторжение морское. Хорошо, тогда по поводу морского вторжения у меня конкретный вопрос. Вот, допустим, возможно ли обстрелы Украины из нейтральных, вот, Черного моря за пределами 12-мильной зоны? Вопрос. По согласному морскому праву, откуда считается произведен выстрел? И будет ли иметь Украина право ответить, опять же, согласно морскому праву? Я почему тебе задаю этот вопрос, потому что во время одной из наших предыдущих бесед ты сказал, первый же снаряд, первая же ракета с территории России – это санкции из ада. Вот, а в данной-то ситуации, вот объясни это с точки зрения права и международного именно права? Здесь никакого отличия нету, и, кстати, в этом смысле можно, как бы, успокоиться в том смысле, что почему нет никакого отличия? Отличие существует только в судоходстве. Когда идут там вот простое торговое судоходство, да, грузовое судоходство, да, там имеется какое-то значение, потому что в нейтральных водах, ты, в принципе, любая страна может делать все, что угодно, а в твоей прибрежной стороне ты можешь запретить любой стране, любому судну войти, оно должно получить твою визу для того, чтобы приблизиться к твоим берегам, да. В случае военных действий это ничего не действует и не имеет никакого значения. Почему? Потому что… Вот тут расшифруют буквально по молекулам, как это работает. Три пункта, три пункта по молекулам. Значит, первый пункт – это то, что территория военного корабля является суверенной территорией государства. Военный корабль – это маленький кусочек территории того государства, под флагом которого этот корабль военный ходит. Поэтому с какого судна не произведен был бы выстрел, он рассматривается как выстрел с территории того государства, под флагом которого идет этот корабль. Это первый пункт. Второй пункт. Значит, когда… Вот, допустим, мы возьмем любое судно, подводную лодку или надводный корабль, все равно, который находится в нейтральных зонах Черном море, и, допустим, делает выстрел в сторону Украины. Он может сделать этот выстрел двумя путями. Вот я поэтому тебе добавлю два пункта еще. Первый пункт – это может быть ракета или орудийный залп. То есть, таким образом, это будет атака с воздуха. То есть, корабль, территория, но снаряд или ракета будут лететь с воздуха. И как только 12-мильную зону пересечет этот снаряд или ракета, он нарушит воздушное пространство Украины. Воздушное пространство. Таким образом, это будет нарушение государственной границы Украины и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это второй пункт. И третий последний пункт. Если будет с того же корабля запущена торпеда, то есть, морским путем произведена атака, таким образом, будет нарушена морская граница. Таким образом, в любом случае, это будет рассматриваться как военные действия и как нарушение либо государственной воздушной границы, либо государственной морской границы. Со всеми вытекающими правовыми последствиями для страны-агрессора. И со всеми правами для страны, на которую напали, то есть, безусловно, Украины, в этом смысле никаких проблем нет ответить на это действие. Кстати, по этому поводу я тебе поясню, например, что, допустим, российский флот, стратегическая, наиболее важная компонента российская, это подводные лодки стратегического назначения, которые несут ядерное оружие. Они могут подойти на расстоянии 10 миль к Нью-Йорку и запустить баллистические ракеты по всей территории Соединенных Штатов Америки. Ты понимаешь, что такая атака, никто не будет говорить, что они там в море, в океане находятся и так далее. Это будет ядерная война и будет рассматриваться как ядерная война и, безусловно, со всеми вытекающими из этого последствия. То есть в этом смысле международное право не дает никаких непреодолимых ограничений для страны жертвы для того, чтобы ответить в сторону страны агрессора. В этом смысле все нормально, все хорошо. То есть правильно ли я понял, что если произойдет обстрел, какой отвлекаешься морской там или ракетный, или артиллерийский, с территории военного корабля России, даже находящегося в нейтральных водах, Украина имеет право ответить в нейтральные воды. Это ответ на агрессию. Это я правильно понимаю? Абсолютно ты правильно понял. То есть она прежде всего может наказать конкретный корабль, который находится в нейтральных водах. Первое, это значит сделать по нему ответный удар. Это первое. И второе, такой удар из нейтральных вод будет расцениваться Украиной как начало войны. То есть таким образом Украина получает еще к тому же право отвечать на любой, и даже атаковать любые военные цели российские, где бы они ни находились. Вот это очень интересная штука. То есть вот один такой удар из нейтральных вод Черного моря, и Украина может ударить по любой военной цели, в том числе на севере Украины, по Белоруссии, где там находятся российские войска и так далее. То есть это начало войны. Вот в этом смысле никаких ограничений, абсолютно никаких нет. Хорошо, тогда опять же мы возвращаемся к Турции. Как известно, в соответствии с конвенцией Монтрео, Турция обязана пропускать российские боевые корабли в Черное море через Босфорно-Дарданеллы, хотя бы лишь только потому, что Россия черноморская держава. А согласно конвенции Монтрео, они там могут находиться хоть до Китайской Пасхи. Это пожалуйста. Но если произойдут обстрелы, что может и может ли и будет ли делать Турция в этой ситуации? Это очень хороший вопрос, потому что, поэтому я тебе, кстати, опередив твой вопрос, я тебе сказал, что Турция – это ключ к Черному морю. По договору Монтрео 1938-1936 года у Турции есть право в том случае, два случая, когда либо на нее кто-то напал, то есть когда ей есть военная угроза, первый случай, и второй случай, когда начались боевые действия, то есть война. Тогда Турция может закрыть Черное море полностью, отказать в проходе любому судну любой страны, черноморской, не черноморской, какой угодно. Она закрывает Босфор и Дарданеллы, все. Все суда российские, которые уже находятся в бассейне Черного моря, там остаются. Все иностранные суда, которые находятся в этих же бассейнах, они там остаются. Но никакие новые суда не могут проходить, за исключением тех, кому Турция откроет проход. А поскольку она член НАТО, то ты сам понимаешь, что она сделает. Она откроет проход для флота НАТО. И мы придем к Третьей мировой войне. К сожалению, да, но тогда вопрос, а в случае морской блокады Украины, ведь сейчас реально российский флот заблокировал Украину, могут ли и будут ли турки или иные страны НАТО сопровождать украинские сухогрузы? Могут. Да, безусловно, турки. В этом смысле мы должны сказать, что у нас есть оптимистический взгляд. Ну, по крайней мере, вот у меня есть оптимистический взгляд на вещи. В том смысле, что Эрдоган, он, конечно, большая сволочь. Мы все знаем, мы все понимаем, что никакой разницы между Эрдоганом и Путиным нет. Это такой же Путин, только турецкий. И все. Причем, больше того, он даже еще хуже, потому что, поскольку у него нет ядерного оружия, он может позволить себе все, что угодно. Потому что Путин боится перегнуть палку, потому что он сверхъядерная держава. А у Эрдогана нет ядерного оружия. По этому поводу он ничего не боится. И по этому поводу он был единственный, кто сбил путинский штурмовик или истребитель, который вошел в его пространство и так далее. И он доказал, что он сейчас стоит скорее на стороне Украины, а не на стороне Путина. Он поставил Байрактары, он дал понять, он не признал аннексию Крыма, он не признал проведение выборов в Российской Федерации на территории Крыма. И он сделал все, чтобы нагадить Путину. Потому что просто у него такая ситуация внутри страны, что ему надо доказать, что он крутой. И, кстати, тут ситуация еще историческая. Опять же, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Но все эти договоры о проливах и потом конвенции о Монтрео – это все последствия Первой мировой войны, когда Турцию расчленили, Турецкую империю, лишили сначала огромного количества территорий и прав. А потом договор Монтрео ей вернул право контроля за Черным морем, в частности за проливами Босфорда-Донеллы. И в этом смысле Турция очень дорожит этими своими правами, и она будет всячески это показывать. И плюс Турция – член НАТО. По этому поводу, конечно, Турция может вмешаться в этот конфликт. Другое дело, что мы же понимаем, что если Турция активно вмешивается в этот конфликт, все это Третья мировая война. Это НАТО. Это НАТО вмешивается в конфликт. Вот в чем здесь проблема. И Путин пока что играл на стыке. Он идет по лезвию бритвы. Путин шел до сих пор по лезвию бритвы. Кстати, по этому поводу он аннексировал Крым, потому что он знал, что здесь у него есть исторические оправдания. С одной стороны, и никто ничего... Все будут возмущаться, санкции примут, но никто не будет никаких действий принимать. Это все было правильно рассчитано. И правильно рассчитано было с Луганском, когда он сказал, это сепаратисты украинские, там нет ни одного российского военного. Отсюда. Нас там нет. Вот как-то этот самый мем там российский. Их там нет. Их там нет. Их там нет. Вежливые человечки в Крыму, а их там нет. Их там нет и в Украине. Вот как только мы сейчас подходим к той стадии, когда Путину нельзя будет больше отмазываться от их там нет. И, кстати, мы сегодня, вот мы с тобой делаем запись в понедельник, 14 февраля. Сегодня Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление с обращением к президенту Российской Федерации о признании независимости ДНР и ЛНР. То есть все, мы стоим в трех шажках. В трех шажках от начала крупномасштабных боевых действий. Потому что если Россия признает ДНР и ЛНР, она на территорию ДНР, то есть которая становится российской, вводит свои войска. И все. И вот здесь мы упираемся в следующий конфликт международного права. Потому что насколько международное сообщество, организация объединенных наций согласится с этим делом, это сложно пока сказать. Будут ли санкции? Конечно, будут, потому что немедленно будет создано заседание Совета Безопасности. Будет протест Украины, будет протест США, будет протест стран НАТО. Будет вето Китая, которое сразу немедленно все это дело закончит. Будет вето России. То есть никакая санкция, никакая резолюция Совета Безопасности здесь принята быть не может. Потому что и у Китая, и у России, как у остальных трех постоянных членов Совета Безопасности, есть право вето. То есть здесь международное право, к сожалению, абсолютно бессильно. Но это поменяет, самое главное, правовую ситуацию. То есть когда, если эти кусочки будут признаны российскими, то Россия может туда вводить все, что угодно. А хорошо, а тогда вопрос такой. Вот Путин, мы знаем, он лобовых атак не любит. Он предпочитает гибридные операции. Вот давай мы рассмотрим такую ситуацию. Вот признают ДНР, ЛНР как независимые государства. Далее, допустим, это же делают сателлиты Кремля. Ну там Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануанту, Зимбабве и так далее. И Кремль заключается в той же Лугандонии договор о военно-техническом сотрудничестве. И в итоге терзает Украину руками. Их там нет в Лугандонии, которое, напомню, это одна треть от территории Луганской области Украины. А Путин, типа, ни при чем. И вот в этой ситуации-то что будет? Такое возможно или это фантастика? Ничего не будет. Это абсолютно не фантастика. Я больше того, я даже уже не раз свое мнение высказывал. Я высказывал, что не будет никакого прямого нападения на Украину, скорее всего. И если будет какое-то нападение, то оно будет либо через Крым, либо через Донбасс и Лугандонию. И таким образом это наиболее вероятный вариант. Это наиболее вероятный вариант. Ты его озвучил. И я надеюсь, что вот тогда, когда твоя передача выйдет в эфир, ее прослушают все спецслужбы этого мира. Ну, в частности, израильские спецслужбы, российские спецслужбы, французские спецслужбы, американские спецслужбы. И таким образом все поймут, что у Путина на уме и как он реально будет действовать. Потому что я так думаю, что именно через вот озвученный тобой вариант это и будет тот самый вариант, который произойдет в начале марта или в марте месяце. Ну и тогда, Сереж, финальный вопрос. Уже все аналитики, это и комитет начальников штабов, и на НАТО, и где только угодно. Они заявляют, что главная цель Путина – это разрушение экономики Украины. У меня очень простой вопрос. А это Путину удастся или нет? А ему уже это удалось. Это уже ему удалось. Потому что уже все олигархи украинские уже покинули украинскую территорию. Украинская биржа упала. Упали инвестиции. Страны западные и восточные, и Китай выводят филиалы своих фирм, по крайней мере сотрудников с территории Украины. То есть идет отток инвестиций из Украины, потому что Украина идет сокращение транспортных потоков. Каждый день мы считаем, что кто-то сказал, что здесь мы не будем летать, здесь мы не будем летать, туда мы не будем летать, отсюда мы не будем летать. Все. То есть это все упало. Пока что по Путину это тоже бьет, потому что и в России идет такие же ситуации, когда рубль тоже упал, упала российская биржа, и идет отток. Но в общем в этом смысле сломать экономику Украины проще, чем сломать экономику России, потому что единственное, что не упало, это цена на нефть и на газ. Наоборот, это все растет. То есть у России в этом смысле потенциал экономический растет, и ее прибыли растут за счет экспорта. Другое дело, что если Путин начнет прямые боевые действия или начнет признание, сделает признание ЛНР, ДНР, будут введены экономические санкции, которые, может быть, даже ударят по реальному сектору российской экономики, по реальным инвестициям. То есть, допустим, там запретят, сделал какое-то экономическое эмбарго, о котором, вот я, например, говорил, что достаточно на пару месяцев сказать, что российская нефть, газ или российское сырье не продается, не может продаваться на западных рынках, и все, и Путин умрет. Умрет. Всего два месяца нужно. Но, к сожалению, никто не решается делать такое движение, телодвижение. А он понимает на самом деле, что если он начнет прямые военные действия, то тогда будут открыты границы для таких санкций. И это, кстати, его и останавливает. И по этому поводу я считаю до сих пор, что, скорее всего, будет минимальная программа, и минимальная программа, которую ты озвучил. То есть, скорее всего, это будет движение через аннексированные уже де-факто территории, которые будут аннексированы теперь де-юре, которые станут как бы независимыми государствами, будут признаны Российской Федерацией, сателлитами ее проштампованными. И хотя международное сообщество это не признает, безусловно, потому что все остальные страны не признают, и ООН не признает это дело. Но это открывает, по крайней мере, возможность для, так сказать, коллизии международно-правовой, потому что можно уже, уже нельзя говорить прямо да, нет, да, нет, потому что, ты же сам понимаешь, да, вот вся, допустим, весь процесс признания Африки и вообще независимости бывших колоний, там, 50-е, 60-е годы, ведь все это зависело от того, сколько стран тебя признало. Да, и то есть вот там ГДР тоже ее долго не признавали, а потом признали. Советскую Россию после революции ее долго не признавали, а потом... 12 лет не признавали, а я тебе больше скажу. А Северный Кипр, кто признал, кроме Турции? 12 лет это США не признавали, а Европа признала раньше. Ну, я с тобой согласен. А более того, самое страшное, что вот реально эти непризнанные ЛНР, ДНР, это одна треть от Луганской области Украины и Донецкой области. Таким образом, эти формально независимые государства, извинить за выражение, они говорят, а мы возвращаем свое, наши территории оккупированной Украиной, и понеслась Казапа и подруга. Вот и... А Путин будет думать, а я тут ни при чем, а у нас с ними договор. Совершенно правильно. Ну, конечно, с этими самыми ЛНР, ДНР проще бороться с санкциями, потому что они будут полностью закрыты тогда глобальным эмбарго международным, но поскольку рядом есть российская граница, то все их снабжение будет идти через Россию, и Россия, безусловно, будет нарушать эти санкции, а попробуй докажи там, что там идет, что там не идет. Ведь там можно прорыть тоннели, и все, и тогда вообще ты не сможешь ничего контролировать. Да, пример палестинцев вам в помощь, как говорится. Плохой пример, но... Конечно. Причем этот пример, у них там рытье, это было практически такое, ремесленное, да? А тут, если промышленное, то есть у нас там метрострой какой-нибудь придет, московский, да, и там за две недели тебе пророют этих тоннелей столько, сколько надо, и с любой стороны. И по этому поводу, и любой длины, кстати, да? То есть там пророют тоннель длиной 20 километров, и потом смотри, что там в него заходит, что из него не выходит. Вот, в этом смысле, конечно, это очень нехорошее направление, но, к сожалению, я думаю, что вот именно в этом направлении весь этот конфликт сейчас движется. Плюс морская территория... А морская, это как отвлечение внимания. Все будут... И так, и так, и так, и так, и так. То есть, ты знаешь, может... Кстати, может начаться с морской, да? То есть может начаться с морской, то есть закроют, допустим, бассейн Азовский, да? И скажут, а теперь это наша, да? Вот, а хотя там еще там кусочек Украины на него выходит. Вот, а потом скажут, а вот поскольку это наша, то и прибрежные территории рядом с нашим морем считаются... Мы считаем теперь нашими территориями, да? И сделают смычку между Крымом и Донбассом. Вот, пожалуйста, тебе еще, кстати, направление, да? Потому что вот там Мариуполь какой-нибудь там, да? Вот там восточная граница и сделать смычку с юга до севера по востоку Украины. Вот это, кстати, мне кажется, это вот возможный второй этап развития этого конфликта. Вот, потому что я не думаю, кстати, что вот Путин, я с тобой согласен, он такой, он мужик изощренный, да? И по этому поводу я не думаю, что вот там начнется какое-то массированное наступление, типа там, по типу Первой или Второй мировой войны, когда там танки со всех сторон полетят в Украину. Нет, зачем? Маленькие, маленькими точечными штучками. Мы вот здесь откусили кусочек, вот здесь откусили кусочек, а потом соединились эти два кусочка, а вот они признали, их признали независимость, и все, и начинались разговоры. Вместо того, чтобы там делать военными, будет разговор между дипломатами и юристами, да? Правильно, неправильно, а все. А как только ты начал разговоры с юристами, это все, это затянулось, и де-факто уже они говорят, а там люди у нас умирают с голода, им надо оказывать помощь, да? И эти люди там начнут выкладывать видео в YouTube, где они там, бедные дети у них умирающие, будут нам показывать трупики младенцев и говорить, что спасите, и Россия будет тогда туда, наденет голубые каски и будет оказывать им как бы помощь. Вот и все. Понятно. Спасибо, Сереж, тебе огромное за интереснейшую беседу и за очень важные сведения. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения выпускника МГИМО, бывшего старшего офицера нелегальной разведки Сергея Жирнова. Ну, я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...